Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать в новый выпуск. В этом видео я хочу проанализировать недавнее экстремальное движение на рынке. Оно уникально тем, что уже очень давно такого не происходило. А также нужно ответить на вопрос, а что же будет дальше. Без сомнений, то, что происходило на финансовых рынках, нельзя назвать никаким другим словом, кроме как безумие или сумасшествие, другими словами. Это движение точно останется рекордным в истории индекса. Перед тем, как я объясню, чего ожидать в будущем, хочу сказать следующее. Хотя я и являюсь адептом биткоина и финансового апокалипсиса, я все равно не ожидал, что фондовый рынок в эти дни покажет такие рекордные экстремальные падения. Да, я говорил, что фондовый рынок перекуплен, переоценен, а его участники слишком оптимистичны и практически находятся в эйфории, и поэтому рынок обязан был как-то откатиться в диапазон средних скользящих. Надеюсь, вы помните, что я говорил о правиле возвращения цены в пределы скользящих, когда она выходит выше или ниже границ этого предела. Об этом я говорил в видео 26 февраля. Кстати, спасибо за 3,5 тысячи лайков, это просто пушка, очень приятно на самом деле. Однако, то, что цена индекса уйдет далеко за пределы нижней средней скользящей, это действительно шок. Такой массивный откат застал меня врасплох. Особенно удивило падение ниже трех тысяч. Когда я это увидел, я просто сказал «Вау!». Да, такие откаты уже происходили перед этим, но они продолжались неделями или даже месяцами, но никак не 2-3 дня. Именно поэтому это падение наверняка будет записано в антирекорды фондового рынка. Это первое, что я хотел сказать. Второе, это то, что несколько недель назад, в начале февраля, я общался со своим отцом о криптовалюте, биткоине и фондовом рынке. Это было где-то в это время, когда после просадки индекс достиг отметок крайнего локального пика. И я сказал ему, что было бы неплохо именно в этот момент закрыть хотя бы 50% своих позиций. Аргументом такой мысли выступил следующий график, который я уже однажды вам показывал. Кстати, ссылку на это видео, в котором он есть, оставлю в описании. Посмотрите, если не видели там все более подробно. Сверху диаграммы мы видим основной рыночный индекс, а снизу то, что называется Option Speculative Index. Он показывает спекулятивные сигналы на покупку в виде процента от общей активности опционов. Без сомнений, этот индикатор доказывает, что рынок находится в состоянии пузыря. Просто посмотрите, когда индекс S&P 500 стоил 3200 долларов, этот индикатор достигал безумных значений, которых мы не видели со времен даткомов в 2000 году. И мы все прекрасно знаем, что тогда произошло, когда пузырь даткомов лопнул. Это объясняет произошедшее на рынке, почему падение было таким значительным. Как вы видите, с ростом рынка очень много людей заходили в этот рынок, особенно с помощью колл-опционов, да не простых, а с кредитным плечом. То, что называется leverage. Проще говоря, этот индикатор показывает, как много людей фактически брали в долг, чтобы зайти на рынок чужими деньгами. Такая торговля называется маржинальной. Поэтому, когда рынок вдруг падает, вы получаете маржин колл. То есть, ваш брокер говорит вам, что надо бы пополнить счет, но вы и так в долгах оплатить нечем, и вам приходится продавать, потому что позиция ликвидируется принудительно. В итоге, рынок идет еще ниже, что провоцирует еще большее количество продаж. Учитывая, что на рынке присутствует множество роботов и алгоритмов, которые запрограммированы продавать на определенных уровнях, это приводит к еще более массивному обвалу. Это цепная реакция продаж. В итоге, когда продали все, кто мог, продавцов больше не остается. Зато появляется спрос, и в итоге рынок отталкивается и начинает расти. Это объяснение тому, что произошло на фондовых рынках. Настоящее объяснение, а не то, что показывают в новостях, что во всем виноват вирус. Может, это и оказало какое-то давление на рынок, но реальная причина заключается в том, о чем я рассказал выше. Конечно, если вы смотрите новости и наблюдаете за рынком, то, скорее всего, вам очень легко коррелировать новости о вирусе с падением на рынке. Но в таком случае, пожалуйста, не путайте понятия корреляция и причинная связь. Теперь давайте перейдем ко второй части этого видео. Что потенциально может произойти дальше на фондовых рынках? Я хочу показать вам кое-что интересное. Итак, перед вами 4-х часовой график S&P 500 в момент максимального падения рынка, когда оно нащупало локальное дно. Этот индикатор внизу был разработан командой Alessio Rastani, и он называется LTEXLX. О нем есть обучающее видео на самом сайте Alessio Rastani. Если говорить вкратце, когда вы видите красный сигнал на этом индикаторе, вы должны понимать, что рынок в этот момент ушел слишком далеко от самых экстремальных своих уровней. Как мы видим, индикатор может отображать целый спектр условий на рынке. От голубого до фиолетового. Голубой индикатор – это низкая перекупленность или перепроданность, а фиолетовый – сверхэкстремальная перекупленность или перепроданность. Красный индикатор означает экстремальную перепроданность или перекупленность. Возвращаясь к недавним событиям на рынке, мы видим, что в момент этого резкого и масштабного обвала индикатор как раз и обозначает экстремальную перепроданность момента. Что же это означает для рынка? Приведу вам пример. Из декабря 2018 года. Мы видим достаточно брутальное падение индекса, и в момент, когда это падение достигло локального дна, индикатор также был красным. А значит, рынок ушел далеко за пределы своих привычных уровней, и состояние рынка было экстремально перепроданным. Смотрите, что произошло после этого. Значительный, можно сказать, не менее экстремальный отскок рынка. В момент крайнего падения рынка до локального дна мы также наблюдали такой красный индикатор на 4-часовом графике. Хотелось бы, конечно, наблюдать его и на дневном, но имеем, что имеем. В любом случае, это сигнал на потенциальный значительный отскок рынка. Теперь я хочу показать вам еще один очень важный индикатор фондовых рынков, который сейчас находится на самых низких значениях, фактически недалеко от исторических низов. Один из создателей этого индикатора пишет у себя в Твиттере, что исторический низ индикатора был 10 октября 1932 года и составлял минус 176 пунктов. Индикатор называется в честь фамилии создателя Маклиант Асциллятор. Что ж, во время падения рынка до своего локального дна этот индикатор показывал минус 130 пунктов. Это экстремально низкое значение. Так низко он падал только в конце декабря 2018, когда рынок тоже экстремально падал. Ну и еще в начале февраля 2018 была такая же ситуация. Как мы видим, в феврале 2018 было дикое экстремальное падение. Маклиант Асциллятор достигал экстремально низких значений. И что было потом? Значительный отскок рынка. Но это только один случай. Второй в декабре 2018 экстремальное падение рынка. Индикатор на экстремально низких значениях. После чего значительный отскок. Это второй случай. Кроме того, и в феврале 2018 и в декабре 2018 индикатор LTXLX, о котором мы сегодня уже говорили, тоже был красным. Что служило индикатором экстремальной перепроданности рынка. И теперь смотрим, что происходит. Резкое экстремальное падение. Индикатор на таких же экстремально низких отметках. Совершенно идентичная ситуация. Что же это все значит? А это значит, что в следующей неделе мы с вероятностью в 90% увидим значительный отскок рынка. Как в феврале 2018 и декабре 2018. И первичные уровни, куда будет стремиться этот отскок, будут находиться на средней скользящей со значением 21 день. Чтобы как минимум закрыть некоторые гэпы на этом графике. Вот и все на сегодня, ребята. Если видео вам понравилось и оно было полезным, ставьте большие пальцы вверх. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. По дорогам. По дорогам.